В преддверии Дня защитника Отечества сегодня в рамках программы «В контексте» поговорим о спортивном центре морской и физической подготовки города Севастополя. Защитники Отечества должны быть физически крепкими и здоровыми. Как происходит военная закалка на флоте, обсудим. У нас в гостях начальник спортивного центра морской и физической подготовки города Севастополя, федерального учреждения Министерства обороны Российской Федерации ЦСКА, капитан 2-го ранга в запасе Александр Анатольевич Шаповалов. И начальник физической подготовки Крымской военно-морской базы Черноморского флота в городе Севастополе, капитан 3-го ранга Виталий Валерьевич Попадин. Здравствуйте. 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 Александр Анатольевич, напомним нашим телезрителям, что из себя представляет спортивный центр морской и физической подготовки в городе Севастополе, еще известный как 44-й спортивный клуб Черноморского флота. Ведь за прошедшие десятилетия он трижды преобразовывался. Что на сегодня? Здравствуйте. В первую очередь хочу поздравить всех наших телезрителей, всех жителей города-героя Севастополя с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. По возглавляемому центру морской и физической подготовки хочу сказать, сейчас наш центр преобразовался в федеральное автономное учреждение Центрального спортивного клуба армии и представляет сейчас как структурное подразделение. Он предназначен для предоставления услуг, занятий физической подготовкой для военнослужащих Черноморского флота. Все спортивные базы спортивного центра для этого предназначены. Всегда военнослужащие Черноморского флота могут прийти и заниматься во время занятий по физподготовке. Расскажите о структуре центра физической подготовки. Кто возглавляет и кому сейчас подчиняетесь? Мы подчиняемся сейчас Центральному спортивному клубу армии. Его возглавляет полковник Барышев Михаил Николаевич. В структуру нашего спортивного центра входят военные городки. Получается, это яхт-клуб, наш стадион на Красносельского, а также включен бывший стадион КЧФ. Это тоже на Бастионной. И, естественно, наш плавательный бассейн на площади Нахимова и спортивная база там. Какие задачи на сегодня выполняет Центр? Я еще раз повторюсь, первоначальная задача – это предоставление спортивных объектов для военнослужащих Черноморского флота. Второе – это, естественно, наша детская спортивная школа, воспитание и занятие спортом для детей, также занятие спортом и воспитание спорта высших достижений. А вот какие спортивные школы, какие виды спорта культивируются на базе Центра? На данном этапе мы культивируем, это, естественно, парусный спорт, спорт водномоторный, также у нас есть бокс, развиваем мы гребли на ялах и планируется, естественно, сейчас развиваться детская спортивная школа по футболу и, может быть, если получится, фигурное катание и хоккей. База подводного спорта входит в вашу структуру? На данном этапе уже нет. Но подводный спорт мы будем развивать на базе нашего 57-го яхт-клуба. Бассейн – это кузница спортивных кадров. В бассейне занимаются военные моряки и севастопольцы. У вас закрытый бассейн, я знаю, есть? Да, это наша гордость, тоже гордость города-героя Севастополя, наш плавательный бассейн. Там, естественно, все знают, что там вышла наша олимпийская звездочка Валентина Прозуменщикова. Сейчас в нашем плавательном бассейне занимаются как моряки Черноморского флота, так и все жители нашего города-героя. Спасибо. Виталий Валерьевич, вы продолжаете спортивные традиции. Ваш отец Валерий Андреевич – известный волейболист, и он возглавлял 4-ю детско-юношескую спортивную школу. Определите значение спорта в подготовке для военнослужащих. Да, очень приятно, что вспомнили выдающимся отце, который на протяжении многих лет отдал свою жизнь спорту. И я тоже продолжаю воспитывать военнослужащих в этом направлении. На современном этапе для формирования, оснащения и модернизации Черноморского флота существенно повышаются требования к профессиональной физической подготовленности. Учебная боевая деятельность военнослужащих неразрывно связана с максимальными психологическими и физическими нагрузками. В связи с этим большая приоритетная направленность развития физической подготовленности – это связано с формированием военно-прикладных навыков. Также главной задачей для развития военнослужащих соединений и частей является развитие физических способностей и качества, повышение уровня физической работоспособности для постоянной боевой готовности военнослужащих, поседневной и боевой деятельности. Также развитие базовых и профессиональных физических качеств, овладение специальными профессиональными навыками, овладение навыками здорового образа жизни. При нахождении военнослужащих постоянно на кораблях им необходимо воспитывать в качестве волевой подготовленности, коммуникативной способностей, так как они постоянно находятся в дискомфортных условиях службы. И в связи с этим необходимо поддерживать высокую работоспособность, корректируя постоянно психофизическое состояние военнослужащих соединений и частей Черноморского флота. Какая работа проводится по подготовке тренеров и судей по спорту для соединений и воинских частей флота? Вы знаете, на базе Центра морской и физической подготовки мы проводим семинары по подготовку судей по рукопашному бою. Недавно были присвоены 20 военнослужащим звания третьей категории по рукопашному бою. На базе Московского государственного университета проводился семинар по плаванию с участием военнослужащих частей и соединений Черноморского флота, где также многочисленным количеством людей были присвоены звания судей по данным видам спорта. Поговорим о ветеранах спорта в строю. В Севастополе есть такие? Да, я могу сказать, в Севастополе у нас, конечно, очень много ветеранов спорта, которые еще действуют, находятся в строю. Ну, первое, это наши великие ветераны, это Владимир Веселкин, который сейчас президент Федерации волейбола города Севастополя. Также есть Олег Борисович Терсков, это тоже очень наш ветеран спорта. Дальше есть действующие наши военнослужащие, это Марина Нагорная, которая является чемпионкой мира по международному военно-морскому пятиборью. Также Андрей Красноплахтов, единственный заслуженный мастер спорта по морскому многоборью, который это заслужил в упорной борьбе. Так что очень много у нас спортсменов, которые сейчас работают и действуют. В продолжение темы, флотские спортсмены ежегодно участвуют в международных всероссийских соревнованиях, чемпионатах вооруженных сил Российской Федерации и военно-морского флота. Какие высокие достижения были достигнуты за последнее время? Чем вы гордитесь? Ну, гордимся мы, естественно, нашими спортсменами. Это, естественно, в яхт-клубе, могу сказать еще про ветеранов. Это, естественно, наш великий ветеран, это Валентин Манкин, который стал трехкратным олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта. Также наши спортсмены по парусному спорту – это Алексей Токарев, Владимир Головин, Евгений Богатырев, которые были нашими ветеранами и сейчас действующие спортсмены. Вот еще хотелось бы добавить, Игорь Сопрыкин, он в подводном спорте получил высокие звания заслуженных мастеров спорта России, чемпион Европы 2008 года и чемпион мира в 2004 году в Пекине. Теперь давайте с вами обсудим о яхт-клубе. Деятельность клуба, поскольку это один из самых лучших клубов вооруженных сил Российской Федерации, какие результаты? Ну, первое, могу сказать, что сейчас планируется в яхт-клубе очень большая реконструкция в связи с переходом нас в Центральный спортивный клуб армии. Я думаю, где-то в 2016 году наш яхт-клуб будет центром подготовки парусного спорта именно в Российской Федерации. Сейчас там в ближайшее время будет проходить первенство России по парусному спорту и в дальнейшем будем развивать парусный спорт как прерогатива и готовить наших олимпийских звездочек именно в нашем яхт-клубе по парусному спорту. Хочу добавить, что в целом в клубе подготовлено более 700 мастеров спорта и около 50 мастеров спорта международного класса. И только за последние 20 с лишним лет на чемпионатах и первенствах завоевано более 300 золотых, более 150 серебряных и около 100 бронзовых медалей. Конечно, это высокие результаты и действительно есть чем гордиться. А сколько мастеров международного класса среди спортсменов-черноморцев? Есть такие? Среди спортсменов-черноморцев, мастеров спорта международного класса где-то около 70 человек сейчас. Значит, что хочу сказать еще по развитию спорта на Черноморском флоте и вообще в вооруженных силах. Значит, сейчас принята программа развития спорта в вооруженных силах. И сейчас наш спортивный центр включен в эту программу и мы будем развивать наши спортивные объекты все и будем готовить на них спортсменов-черноморцев, а также всех жителей нашего города, чтобы они защищали интересы российского спорта в дальнейшем на всех мировых аренах. Совсем недавно центру исполнилось 90 лет. Круглая юбилейная дата. Он был основан в 1924 году. Уже имеет солидную историю. Как проходило торжество? Кто принимал в нем участие? Значит, да, спасибо большое, что упомянули это событие. Значит, да, спортивному центру исполнилось в декабре 2014 года 90 лет. Да, принимало участие в этом событии командование Черноморского флота, также руководство и управление города. Очень много ветеранов спорта посетило наше мероприятие. И в преддверии этого я хочу сейчас вручить небольшой подарок. Это история овеянная славой Центральный спортивный клуб армии. Вручить подарок нашему дорогому и любимому Владимиру Милянскому спортивному комментатору телевидения и радио от нашего Центрального спортивного клуба армии. Хорошо, спасибо. Передадим. Теперь поговорим о проблемах. С какими проблемами сталкивается Центр? Будет ли реконструкция спортивных баз ЦСКА в Севастополе? В частности, речь идет о стадионе флота СКЧФ. Он находится в запущенном состоянии. Вот на улице Истомина вы упомянули стадион «Металист» и яхт-клуб флота, конечно же. Еще раз повторюсь, да, будет очень грандиозная реконструкция наших всех спортивных объектов. Именно на стадионе СКЧФ планируется сделать очень мощную реконструкцию. Там будет развит легкоатлетический комплекс, футбольное поле будет очень преобразовано. Также будет построен легкоатлетический манеж, яхт-клуб будет у нас по-новому преобразован. Будет там Центр подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта, олимпийским классам, именно по парусному спорту. Также на Красносельского, на наш стадион «Металист» тоже будет преобразован. Там будут тоже развитые виды спорта по легкой атлетике, футбол и также пулевая стрельба и много-много видов спорта, которые планируем мы в дальнейшем проводить. Желаем успешной реализации ваших планов. Время нашего эфира завершается. Мы благодарны руководству флота за большую военно-патриотическую работу с личным составом Черноморского флота и севастопольской молодежью. Поздравляем с Днем Защитников вас, как офицеров, настоящих защитников Отечества и в вашем лице весь личный состав флота. Напоминаю, это была программа «В контексте» говорили о спортивном центре морской и физической подготовки города Севастополя. Эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Впереди новости экономики. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин